Жители целого дома в Иркутске хотят выселить из своих квартир. Их дом признан аварийным, хотя люди и здравый смысл спорят с этим. Подробности в материале Лады Рыбаковой. Это свидетельство можно считать просто бумагой, ничего не стоящей. В собственности Дмитрия была квартира и земельный участок возле дома. Теперь ни у него, ни у его соседей недвижимости больше нет. Крепкий дом, в котором живут эти люди, признан аварийным. При этом капитальный ремонт здесь делали всего пять лет назад. Потратили на него почти два миллиона рублей. Заменили коммуникации, окна, двери и крышу. Из личного кармана каждый собственник вложил в обновление по 8 тысяч рублей. Почему дом вдруг стал аварийным, непонятно. Признавая такие дома аварийными, я полагаю, что здесь присутствует заинтересованность некоторых сторон. В частности, вокруг нашего дома сейчас ведется многоэтажное строительство. И наш земельный участок очень интересен. Свои интересы собственникам приходится отстаивать не только здесь, в центральной части Иркутска. За свое жилье горожане борются в другом районе, не менее привлекательном для проживания. Вопрос переселения до сих пор стоит перед жителями четырех домов в переулке спортивной. Люди уезжать отсюда не хотят. Дома добротные, удобные. К тому же место хорошее. Рядом объекты инфраструктуры, стадион. Да и очень хорошая транспортная развязка. Развязку в ситуацию внес районный суд. Он признал заключение об аварийности домов незаконным. Но сейчас это оспаривается в арбитражном суде. Зато обратная ситуация в этом трехквартирном доме. Ему 105 лет. Печь неисправно, топить ее запретили пожарные. Но дом не признан аварийным. Как людям зимовать, непонятно. Им предложили самим заказать и оплатить инженерно-техническое обследование. Написать заявление и обращаться в межведомственную комиссию. Денег на все эти процедуры у людей просто нет. А Дмитрий и его соседи готовы тратить средства и дальше, чтобы отстоять свою правоту. Вопрос у них вызывает графа, что эксперты к оценке состояния дома не привлекались. Сейчас позиция жильцов такова, что будем обращаться в суд, оспаривать заключение этой межведомственной комиссии, что мы не согласны, что наш дом аварийный. Жители рассчитывают на справедливое решение, что переселять будут тех, кому это действительно нужно, а не тех, чей дом не нуждается в ремонте. Влад Рыбакова, Сергей Полянский. Новости по будням.